Добрый вечер! И начнем мы, разумеется, с темы выборов. Сегодня были открыты все участки. Также они будут работать и завтра. И, разумеется, в воскресенье, в день голосования осталось еще два дня. Надеюсь, наши зрители уже знают все правила, поняли, что голосовать можно только за тех кандидатов, которые есть в списках по вашему месту жительства, что в бюллетене можно писать только номер кандидата и, самое главное, что именно ваш голос может оказаться решающим. Обо всех этих важных деталях напомнит Сергей Овченков, уверенный, что наши телезрители обязательно примут участие в выборах вне зависимости от цвета паспорта, потому что здесь это не играет роль. Голосовать можно и с серым паспортом, и с паспортом других стран. Много лет назад перед выборами существовала такая традиция, когда избиратели давали советы и наставления своим кандидатам. Мы решили ее возродить и решили спросить у избирателей на избирательных участках, чего же они ждут от своих кандидатов и чего бы они хотели им пожелать. С сегодняшнего дня по воскресенье 17 октября обладающие избирательным правом жители столицы могут проголосовать за кандидатов в Таллиннское городское собрание на любом избирательном участке своего района. Просим обратить особое внимание, что именно своего района, то есть той части города, в которой вы прописаны. В общей сложности открыты 95 избирательных участков, завтра, то есть субботу, их можно будет посетить с 12 до 20.00, а в воскресенье 17 октября они откроются уже в 9 часов и будут работать до 20 часов. Уже с момента открытия участков можно было увидеть, что многие избиратели пришли на голосование, зная, за кого они отдадут свой голос. Что именно они ждут от своих кандидатов и какие пожелания они хотели бы им адресовать. Мой кандидат знает, что я ему желаю. И что же именно? Плодотворной работы на благо всех нас. Даже не знаю, ну, чтобы хуже не было для Ластамя. Хорошая работа и правильно, и все. Что еще можно пожелать. А вы какие-то, может быть, отдельные вещи ожидаете вообще от кандидата, за которого проголосовали? Да, на Саин жду. Ну, чтобы в Эстонии тоже было лучше жизнь, чтобы дети тоже хорошо жили. В дальнейшем такого же сотрудничества с жителями Пахиаталина и такой же инициативности, как и есть, дальше доказал, да, что он умеет работать с людьми, слышит людей, избирателей своих. Они любили наш Талин, наш город, Пахиатальнский район, чтобы любили и помогали нам. И вообще мы любим их. Если избиратель по определенным причинам, как, например, по состоянию здоровья, не может прийти на избирательный участок, то у него есть возможность заказать избирательную урну себе на дом. Ходатайство об этом можно представить в устной форме завтра по указанному самоуправлением телефонному номеру с 12 до 20.00 и в воскресенье с 9 до 14 часов. Если человек позвонит, то ему надо будет сказать причину, свой личный код и адрес. По состоянию на 14 часов сегодняшнего дня в Таллине проголосовали 25% людей, имеющих право голоса, то есть это не только обладатели эстонских паспортов, но и граждане других стран, в том числе и серопаспортники, которые имеют постоянный или долгосрочный вид на жительство в Эстонии. И хочется напомнить, что голосовать можно за кандидата, который баллотируется в вашем районе, где вы прописаны. И пожалуйста, заполняя бюллетень, вписывайте только номер кандидата. Никаких имен, рисунков или письменных пожеланий, только номер и все. А иначе ваш бюллетень будет признан недействительным и ваш голос будет потрачен впустую, чего очень не хочется. Ну а устные пожелания сообщите уже тогда, когда приглянувшиеся вам кандидаты или члены его команды будут избраны. Сергей Вщенков, Мартейнло, новости Таллина. И в продолжении предвыборной темы мы пригласили в студию Светлану Эвияр, которая руководит избирательным участком номер 53. Добрый вечер. Добрый вечер. Светлана, ну что, горячая пора, но впереди еще более горячие дни. Что сейчас происходит на избирательных участках? Как можно голосовать? Кто может голосовать? С сегодняшнего дня голосовать можно только в своей части города и, естественно, за кандидатов, которые проходят в списках своей части города. Потому что голосование для всех, так мы называем их, голосование в конвертах закончилось вчерашним днем. Люди приходят очень активно. У нас участки открываются в 12 часов, работают до 8 часов, то есть это пятница, суббота, воскресенье. Участки открыты с 9 часов утра и до 8 часов вечера. Мы находимся на таком открытом месте, это палатка напротив Тонди Раба Яэхаль. Что нужно с собой взять, отправляясь на участок, например, к вам? Есть приглашения, есть те, кто их получил, кто-то просто не успел получить? Приглашения не играют никакой роли. Приходя на голосование, надо взять с собой документ, в котором имеется ИСИК-код, личный код каждого человека. Ну, естественно, фотография, чтобы могли опознать, тот ли человек к нам пришел. И желательно, чтобы там была подпись, потому что на участке надо будет оставить свою подпись. Есть, бывают некоторые моменты, когда у людей, у которых российские паспорта, и у них постоянный или там длительный вид на жительство, но просрочен документ, а паспорт действителен. Можно тоже приходить. Пускай эти люди приходят, потому что у них есть ИСИК-код, мы по нему можем его опознать. И если программа нам выдает, что этот человек имеет право голоса, то никаких препятствий для голосования у него нет, даже если его эстонский, скажем, вот этот вид на жительство или ID-карта, она будет просрочена. Самое главное разборчиво написать номер и правильно. Абсолютно. Написать номер желательно в бюллетень и желательно в то окошечко, которое предназначено для написания этого номера. Но у нас очень много людей, очень пожилого возраста, людей с плохим зрением. Приходят люди, которые приходят сопровождающим, потому что они не видят. То есть слепые тоже люди приходят. Тогда мы помогаем и просим, даем лупу, чтобы они написали номер, главное, разборчиво. Если они не попали в это окошко, это не страшно. Главное, чтобы был написан разборчиво номер. Существуют ли какие-то еще правила на избирательном участке, которые обязательно нужно соблюсти? Ну, в условиях нашего непростого времени, имею в виду, конечно, нашу корону, правило очень простое. Правило простое. Мы должны соблюдать дистанцию, мы должны одевать маску, пользоваться санитайзером. Если у человека какие-то жутко принципиальные отношения к маске, ну, тогда он может всегда проголосовать в электронном виде. Электронное голосование длится до конца вечера субботы. В воскресенье электронное голосование будет закрыто. И те люди, которые проголосовали в электронном виде, но по какой-то причине засомневались или хотят все-таки прийти голосовать, как мы называем, ногами, они могут в воскресенье прийти с 9 до 20.00 в участок, проголосовать с бюльтенем, и тогда электронный голос будет как бы незащитен. Светлана, спасибо вам большое. Спасибо. Удачи. Хочется верить, что к вечеру воскресенья все, кто хотел, обязательно отдадут свой голос. Спасибо большое. Я тоже очень на это надеюсь. Один известный политик как-то сказал, что на выборы нужно ходить, чтобы никто потом не смог упрекнуть себя в том, что результаты выборов сложились так, а не иначе. Из-за пассивности таких, как я. Пусть уж другие будут виноваты в случае чего. А еще лучше, если и виноватых не будет. Все вместе изберем достойных, и о выборе жалеть не придется. Именно об этом напомнила наша гостья, руководитель избирательного участка номер 53 Светлана Эвиард. А мы переходим к другим темам. Важно, что предвыборные страсти не приостановили созидательную работу столичной мэрии. В этом году в Таллине открыт один абсолютно новый детский сад, а в четырех проведен капитальный ремонт. Объявлены планы на краткосрочную и долгосрочную перспективу. К осени будущего года будут обновлены еще шесть детских садов. Взят высокий темп для достижения цели в предстоящие годы отремонтировать все здания муниципальных детских садов Таллина. Это делается для того, чтобы планировка этих учреждений соответствовала современным нуждам ребят и педагогов. В Таллине 125 муниципальных детских садов. Есть, конечно, и новенькие с иголочки, и прекрасно отреставрированные. И все равно у многих садиков минуло от 30 до 70 лет с их постройки. Не случайно были установлены требования здравоохранения в отношении дошкольных детских учреждений, которые город полностью поддерживает. В соответствии с которыми не позднее 2030 года все детские сады должны быть приведены в порядок. И здесь Таллин в лидерах. Удалось набрать очень хорошие темпы. Начиная с 2015 года и по сегодняшний день капитально отремонтированы 10 и построены два новых детских сада. На пути к достижению заветной цели есть два варианта. Либо старые здания садиков в ходе капитального ремонта приводят в соответствии с современными требованиями, либо сносят, а на их месте строят абсолютно новые. Часто выбирают последний вариант. Все детские садики построены в 60-70-е годы. Основная часть из них довольно маленькая, и там невозможно достигать тех челей. В этом плане основная часть все-таки разумная строит новые детские садики. Похожи выборы выборами и кризисы кризисами. Но в столице есть четкое понимание, что без счастливой и беззаботной жизни самых юных таллинцев не будет умного и современного Таллина в будущем. Этой осенью начались или вот-вот стартуют строительные работы в шести детских садах Таллина. Здания, расположенные на этих объектах, будут снесены. Вместо них построят новые дома. Основные потребности новых садов – качественная вентиляция и энергоэффективность зданий. В новых или отремонтированных садиках создается уютная, безопасная и поддерживающая детское развитие среда, которая комфортна как и детям, так и персоналу. Новый детский сад, безусловно, замечательный, потому что все новое, потому что все чистое, светлое и красивое. Чтобы мир, который нас окружает, был добрым, ласковым, приветливым, красивым. В январе этого года открыли абсолютно новый детский сад на Хситрале. В сентябре после капитального ремонта возобновил работу Лаагна Руккелель. А в октябре – детский сад Ярвайотса. В декабре после ремонта откроются садики Лиева Мая и Раба Риблик. Работы в садиках Винди в районе Кристины и Риму Песа в Мустамэ уже начались. В ближайшее время приступят к сносу зданий детских садов Асунду Савласнамэ, Келлукеса в Пыхяталлине и Меривайле в Пирита. В декабре работы начнутся в детском саду Масикас в Пыхяталлине. Новые здания будут готовы осенью 2022 года. Когда детский сад уходит на ремонт или строится новый, его воспитанники вынуждены на год переезжать. Поэтому еще увеличить темпы строительства вряд ли возможно. Но сохранить нынешний высокий темп удастся. Власти Таллина заявляют о том, что темпы реновации и постройки детских садов снижаться не будут. И это при том, что стоимость строительства сильно выросла. И теперь на каждый объект необходимо выделить по 4, а то и 5 миллионов евро вместо прежних 2-3 миллионов. София Ива, Петер Улевайн, новости Таллина. Похоже, что мы еще не скоро сможем промчаться на скоростном поезде по магистрали Рейл Балтика. Сегодня госконтроль сообщил, что проектирование и покупка земель на много лет отстают от графика. По сравнению с изначальным планом задержка увеличилась на 5 лет. И еще впереди замаячила новая, весьма отдаленная дата запуска магистрали. Скорее всего, этого уже не случится в обещанном 2026. И все равно Европа требует, чтобы в 2030 году дорога была готова. Эстония впервые сталкивается с организацией строительства столь масштабного инфраструктурного проекта. Протяженность этой скоростной железной дороги от Таллина до литовско-польской границы составляет 870 километров. А стоимость, по оценке 2017 года, почти 6 миллиардов евро. На нашу страну приходится 213 километров и более полутора миллиардов. 85% стоимости покрывает Евросоюз. Планировалось, что поезд в Варшаву и далее в Берлин пойдет уже в 2026 году. Формально этот срок пока никто не отменял. Но у специалистов есть большие сомнения в его реалистичности. Впрочем, как показывает мировая практика, подобные мегастройки редко укладываются в первоначальные сметы и графики. Смысл нашей критики заключается в том, что даже если у нас бюджет становится дороже и первоначальные сроки оказываются оптимистичными, то это удорожание и задержка должны быть управляемыми и прозрачными для парламента и налогоплательщика. Нам кажется, что и в сегодняшней ситуации можно просчитать бюджет до реального завершения проекта и рассчитать новый, реалистичный график, потому что довольно очевидно, что в 2026 году мы в Европу на поезде еще не поедем. В рапорте госконтроля говорится, что как работа по проектированию Рейл Балтика, так и приобретение земель на много лет отстают. Например, задержка приобретения земель увеличилась до пяти лет. Из всех необходимых земель приобретено немногим более одной четверти Афхариума, где земли более дорогие, и того меньше, всего только 6%. Скорость оформления покупки земель растет, но пока приобретаются только самые простые земельные участки. К тому же, по предварительным оценкам, с 2014 года земля стоит в полтора раза дороже. Появились планы создания местных остановок. Дело, конечно, хорошее, но и они добавят расходу в 16 миллионов евро. А расширение пассажирских терминалов в Пярну и Элемисты увеличит стоимость еще на 49 миллионов. Бюджет же по-прежнему составлен только до 2026 года, то есть так, как когда-то предполагалось работы завершить. Большая цель Европы в том, чтобы европейская транспортная сеть была построена к 2030 году. Мы не можем прогнозировать, пересмотрит Европа эти сроки или нет. Для Эстонии сейчас было бы правильно ориентироваться на 2030 год и, исходя из этого, рассчитать, что должно быть готово к 2026 году, где узкие места наиболее угрожающие временному графику, и какие у нас есть юридические и организационные возможности, чтобы ускорить реализацию проекта. Госконтроль считает, что нужно честно пересмотреть график работы эстонской части проекта. Ведь во время проведения аудита в планах по-прежнему значился срок завершения строительства к 2026 году. В качестве одного из решений Госконтроль представил план вводить железную дорогу в эксплуатацию в 2026 году по этапам, например, вначале на участке Таллин-Пярну. Тогда бы и проект стал более зримым для рядового жителя страны. Александр Сукерман, Петр Юрьевайн, новости Таллина. В условиях, когда страна вновь стоит на пороге локдауна, важен вклад каждого в соблюдение коронавирусных ограничений. Одной из мер, помогающих контролировать уровень зараженности, станет более тщательный контроль за тем, как проверяют ковид-справки на тех предприятиях, которые обязаны это делать. В первую очередь, контроль направлен на предприятия, не соблюдающие эпидемиологические правила и не проверяющие сертификаты у своих клиентов. Еще вчера мы достигли красного уровня опасности зараженности, а сегодня по количеству положительных тестов поставлен печальный рекорд этой осени, их более 1200. Премьер-министр настаивает на дополнительных мерах и предлагает возложить ответственность на тех членов правительства, кто эти меры не поддержит. Однако многие давно внедренные меры соблюдаются не всеми. Сотрудники полиции начали контролировать предприятия еще с середины августа. С этого времени и до сегодняшнего дня совершено примерно 15 тысяч рейдов. Не всегда владельцы предприятий соблюдали правила. При проверке различных предприятий, мест общественного питания, спортзалов, клубов, начиная с этой недели мы относимся к нарушителям немного серьезнее, чем раньше. Вдобавок к предупреждениям, разговорам и разъяснениям, мы начинаем наказывать людей и предприятия в случае необходимости. В первую очередь будут проверять тех, кто игнорирует правила эпидемиологической безопасности. Такое поведение фактически сводит на нет усилия тех, кто соблюдает правила. В первую очередь проверяют владельцев и работников предприятий, как они контролируют ковид-сертификаты посетителей. Но могут и клиентов попросить предъявить справку. Понятно, что такие меры вводятся не от хорошей жизни. Литва, Латвия и Эстония вышли на первое место среди стран Европейского союза и европейского экономического пространства по числу случаев заражения коронавирусом за 14 дней из расчета на 100 тысяч жителей. В Литве показатель за неделю вырос на 176, в Латвии на 283, а в Эстонии на 200 случаев. Высокая заболеваемость также отмечается в Румынии – 859 случаев. А для сравнения, в относительно благополучной Финляндии – 113 случаев, и в Швеции – 81. Прежде всего, цель полиции не состоит в том, чтобы непременно штрафовать. Наша цель в том, чтобы правила соблюдались. Точно можно сказать, что в первый раз мы штраф не назначим. Мы разъясняем, беседуем. Но если нарушение многократное, и предприятие не исправляется, и не начинает соблюдать ограничения, то да, мы это предприятие наказываем. Естественно, при введении ограничений предполагалось, что мы все люди разумные и понимаем, что соблюдать эпидемиологические правила нужно для нас самих, наших друзей и близких, а не для того, что просто так кому-то надо. Штрафы ведь последняя мера для тех, кто не понимает, что сейчас мы находимся в серьезной опасности, и как дальше пойдут события, зависит в первую очередь от нас. Ковид-сертификаты нужны в тех местах, где это действительно необходимо. На предстоящих муниципальных выборах такой справки предъявлять не требуется. Но ведь есть еще и другие недомогания, да немало людей, которые по состоянию здоровья не смогут добраться до участка. В этой ситуации проблему можно решить, заказать голосование на дому. Звоните завтра в свое самоуправление до 20 часов или в воскресенье до 14. И тогда избирательную урну принесут вам на дом. Вся дополнительная информация на сайте Таллина. Лина Туровская, Петер Юлевайн, новости Таллина. Сегодня состоялось открытие необычного моста в районе Ласнаме. Однако этот же мост могут назвать своим и жители Кесклинном. Поскольку именно эти два района отныне и соединены красивым мостом, который в свою очередь является частью большого проекта по соединению велосипедно-пешеходными дорожками разных частей столицы. Подробности в репортаже Вадима Малышкина. Мост, официальное открытие которого состоялось сегодня, это один из примеров реализации стратегии города по воплощению в жизнь масштабного проекта, который призван соединить построенную в 2019 году, граничащую с озером Юлемисте, велосипедно-пешеходную дорожку с такой же дорожкой в западной части города, которая начинается с расположенного на Пярненском шоссе железнодорожного виадука Рахумяя. Со стороны улицы Майка новый мост стал как бы логичным продолжением полюбившейся многим велосипедной дорожки на этой же улице. Он подарит возможность удобно и безопасно передвигаться между двумя районами. Ведь раньше спуститься к мосту Ильвиса или подняться наверх на улицу Майка было далеко не для всех удобно. Некоторые даже вместо слова «подняться» раздраженно говорили, что нужно было вскарабкаться. Теперь на велосипеде с детской коляской, пешком. Очень удобно передвигаться сверху из Лас-Намяя в кадрёрк. И, конечно, тот вид, который открывается отсюда на город, просто великолепен. И мне кажется, этот мост очень символизирует рукопожатие между двумя нашими районами. Я думаю, что это действительно такое место, которое станет популярным среди жителей Илос-Намяя и Кесклина. Подобные велосипедно-пешеходные мосты у нас теперь будут действительно появляться там и тут, везде, где есть слишком большой перепад высот и где лестницы уже должны отходить в прошлое. Безусловно, необычный мост уже стал новой красивой достопримечательностью города. Но это лишь часть проекта. На первом этапе по соединению двух районов города была построена пешеходно-велосипедная дорожка протяженностью более двух километров. Она связывает с кадреоргом две улицы – Техника и Фильтри. Также готов расположенный между улицами Гонсюри и Майка двухсотметровый отрезок дороги. Были обновлены уличные техносети, проведены ландшафтные работы, установлено уличное освещение, а также средства организации дорожного движения. В общем, мост стал своеобразной вишенкой на торте в этом проекте. Стоимость работы на этом участке составила почти 900 тысяч евро. Такая форма моста не только позволяет любоваться этим объектом и видом с него на город, но выполняет и главную функцию – безопасное передвижение как для пешеходов, так и для тех, кто пользуется легким транспортом. К сожалению, сегодняшняя погода не дала как следует насладиться открывающимся видом с нового моста. Да и прокатиться под дождем на велосипеде желающих было немного. Но погода в Эстонии весьма капризна, и, как знать, быть может, как раз на предстоящих выходных нас порадует солнышко, и любители прогуляться в парке Кадрёрк смогут выбрать для себя новый маршрут и оценить по достоинству и сам новый мост, и, конечно же, смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на Таллин. Вадим Алышкин, Петер Юлевайн, новости Таллина. Мы уверены, что никакие суеверия не остановят наших телезрителей, да и всех избирателей на пути к пунктам для голосования завтра и воскресенье, и они проголосуют за тех, кому доверяют, выбрав их именно из списков, предложенных на участках по месту жительства. И погода им тоже не помешает. Предстоящей ночью ожидается облачная. С небольшими прояснениями погода пройдет дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем ожидается переменная облачность. Временами пройдет дождь. Ветер юго-западный, западный порывами до 18 метров в секунду. И температура воздуха от 8 до 9 градусов тепла. В ночь на воскресенье переменная облачность. Временами ожидаются ливневые дожди. Температура воздуха от 3 до 6 градусов тепла. В воскресенье днем переменная облачность. Возможно, ливневые дожди. Температура плюс 7, плюс 9. В понедельник ночью небольшая облачность, возможен кратковременный моросящий дождь. Температура воздуха от 3 до 6 градусов тепла. В понедельник днем переменная облачность, возможен ливень. Температура от плюс 5 до плюс 9 градусов. И на этом мы прощаемся. Новости Таллина вернутся в эфир в понедельник. А вот то, о чем мы вам расскажем, будет зависеть именно от вас, вашей активности в эти выборные и важные для каждого дни. А я, Екатерина Плехова, с вами прощаюсь и желаю вам удачных и, как говорится, гражданских активных выходных. Всего вам самого доброго.